Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас внеочередной выпуск, который был вдохновлен неприятным событием, которое произошло со мной 4 дня назад. Я повредила свою правую руку и временно не могу играть. Достаточно ироничным, я считаю, то, что в последнем видео, которое я записывала буквально за 3 дня до этого происшествия, я использовала метафору «педагог наклеивает пластырь». Это не получается. Он наклеивает какой-то пластырь. И вот теперь я каждый день хожу с пластырем, по 2 раза в день его меняю. Сейчас быстренько расскажу, что именно произошло. Я резала яблоко яблокорезкой. Этот аппарат выглядит вот так. Я давила на яблоко сверху, и пластиковая основа от этой яблокорезки отвалилась, и одно из лезвий вошло в мою руку где-то на сантиметр-два. Это было ужасно, было много крови. К счастью, я быстро всё продезинфицировала, заклеила. В целом рана заживает нормально, но на время я не могу пользоваться правой рукой, потому что, как оказалось, 90% действий, которые мы вообще делаем руками, мы делаем при помощи большого пальца, который очень сильный, который позволяет нам всё хватать, трогать, завязывать и так далее. Ощущения, конечно, не из приятных, потому что я чувствую себя очень ограниченно. Я не могу писать, я не могу держать ложку, я не могу, соответственно, держать свой смычок. И я подумала, что каждый из нас, наверное, в жизни оказывался в такой ситуации, когда нет возможности играть. Это не обязательно связано именно с травмированием руки, но это также может быть ситуация, когда с вашим инструментом что-то случается, или когда вы не можете играть, потому что вы можете кого-то побеспокоить, например, ночью, или когда кто-то из ваших близких спит, а позаниматься хочется. Или вообще вы просто уехали в отпуск, но, тем не менее, хотите как-то продолжать свою работу над музыкальным произведением. Так что сегодня я с вами поделюсь списком действий, которые можно делать вместо того, чтобы заниматься в привычном понимании, а также в конце видео специально для моих коллег-скрипачей я поделюсь упражнениями, упражнениями, непосредственно сборниками упражнений, которые созданы специально для левой руки. Расскажу, что можно делать со скрипкой, когда с правой рукой что-то случилось или нет возможности играть смычком. Надеюсь, что это видео будет вам полезно и интересно. Поехали! На этих каникулах я должна была разбирать свою новую программу, и, конечно же, первое, что пришло мне в голову из того, что я могла бы делать без инструмента, это послушать все исполнения этого произведения. Но, признайтесь честно, обычно у нас всегда не хватает времени для того, чтобы посидеть и с нотами послушать 3, 5, 10 исполнений одного и того же произведения. Это очень важный этап, поскольку он позволяет послушать, как вообще можно играть это произведение. К тому же, за 10 прослушиваний вы уже практически будете знать наизусть это произведение, по крайней мере, на слух, в том числе будете слышать постоянно аккомпанемент, что вам также в будущем поможет в игре уже с вашим аккомпаниатором, да и в целом, когда вы один играете. У вас в голове уже будет звучать этот оркестр или аккомпанемент фортепиано. Так как я люблю все записывать, я также делаю пометки, даже записываю вот что именно мне в каждом исполнении понравилось, не понравилось, даже вот по тактам расписываю. То есть сейчас конкретно я писать не могу, поэтому я делаю заметки на компьютере. Также по работе с текстом можно провести музыкальный анализ произведения, выделить главные, побочные темы. Также можно проанализировать партию именно аккомпанемента, понять, где он проводит ту или иную тему. Это все также помогает в запоминании наизусть и в последующей работе. Кстати, про запоминание наизусть также можно, если вот у вас нет доступа к инструменту, но есть возможность вообще производить какие-то звуки, то есть вы никому не помешаете, можно пропевать произведение, можно таким образом даже учить наизусть, можно даже простукивать какие-то ритмы. То есть вариантов обработки произведения, кроме непосредственно игры, очень много. Также очень полезно, если вам предстоит игра в камерном ансамбле или в оркестре в будущем, в ближайший период, будет полезным проанализировать партитуру и в своей партии сделать какие-то пометки. Это очень полезно при игре, например, в квартете, знать, где ты играешь, с каким инструментом, где нужно уйти, где у кого сольная партия в этот момент. В будущем потом, когда вы уже придете и будете играть в своем ансамбле, вам это будет очень-очень полезно. Все действия, которые я выше перечислила, нужно делать вообще в любой момент жизни, потому что это все обязательные этапы подготовки к именно исполнению и работе над музыкальным произведением. Но сегодня мы говорим именно о тех ситуациях, когда невозможно играть, что конкретно можно делать, чтобы это время уж совсем не ушло в пустоту. Что еще я начала делать? Я взяла свой концерт Моцарта, и так как у меня Urtext, знаете, о том, какое издание Моцарта я предпочитаю, и вообще обо всей своей нотной библиотеке я рассказываю вот в этом видео. Я начала проставлять аппликатуру и штрихи. Поскольку левая рука все еще со мной, я в состоянии понять, где мне какая аппликатура удобна, для этого вообще не нужна правая рука. И, как оказалось, для того, чтобы проставить даже штрихи, тоже правая рука непосредственно не нужна. Это все можно представить в своей голове. Кстати, говоря вообще о работе музыкальной без инструмента, очень многие говорят о так называемой mental practice, то есть о ментальных занятиях, занятиях в голове. Я, честно говоря, небольшой профессионал в этом. Мне всегда это казалось чем-то таким вот выдуманным и неэффективным, хотя перед записью этого видео я сделала некоторые исследования на этот счет, и меня заинтересовали многие статьи. В основном они все на английском языке и на французском, но я бы хотела попробовать позаниматься и таким образом. Если вам тоже интересно, каково это заниматься вот виртуально, ментально, и вы хотите, чтобы я рассказала вам о своем опыте, а также о опыте других людей в отдельном видео, пожалуйста, напишите в комментариях. Если я увижу, что вам это интересно, я обязательно сниму такое видео. Далее, если у вас высвобождается свободное время, нужно обязательно его использовать. Например, мой педагог по специальности постоянно нам в общий чат скидывает разные мастер-классы, разные интересные исполнения, и, положа руку на сердце, я не всегда успеваю это все посмотреть, потому что мастер-класс, да и, в принципе, прослушивание классической музыки для меня, это процесс обучения, то есть я должна быть максимально сконцентрирована, я не могу просто на фон поставить там мастер-класс Максима Венгерова и продолжать там готовить или убираться, нет, мне нужно сидеть и смотреть. И вот сейчас, если у вас нет возможности заниматься, это прекрасный момент для того, чтобы наконец-то посмотреть все эти мастер-классы. Кроме мастер-классов, может найтись время на просмотр, например, документальных фильмов о музыкантах. Но сейчас, особенно во всяких пабликах ВКонтакте тематических, очень много подборок мастер-классов и документальных фильмов, и все это действительно очень интересно. В этом смысле, конечно, если вы будете делать хотя бы какие-то околомузыкальные активности, например, просмотр документального фильма или просто прослушивание каких-то хороших исполнений, это уже часть процесса, которая тоже очень важна, которой в обычные дни, может быть, у вас не хватает времени, и в любом случае вы будете чувствовать себя намного лучше от того, что вы не занимаетесь, но, по крайней мере, как-то себя подпитываете, самообразовываете. Итак, на этом мои советы непосредственно общие закончились. Наверняка я что-то не учла и забыла, и, пожалуйста, я буду очень рада в комментариях прочитать, что вы обычно делаете, когда нет возможности заниматься на вашем инструменте, потому что я-то смотрю, конечно, с позиции скрипача, но, возможно, у духовиков и удальников есть свои какие-то лайфхаки, что можно делать, когда нет возможности заниматься в привычном смысле. Теперь часть для моих друзей-скрипачей. В данной экстремальной ситуации, когда я не могу нормально заниматься, основная цель — это не терять тонус в левой руке, потому что, вы знаете, это ощущение, когда несколько дней не играешь, и потом начинаешь играть даже какие-то простые упражнения, уже нет такой скорости, пальцы плохо подчиняются, потому что какие-то связи нарушаются или ослабляются. И вообще первое, что пришло мне в голову, когда оказалась ситуация, когда я не могу нормально играть, нормально заниматься, это вот этот вот сборник, он называется «Уа Штудиен» Карла Флеша. Флеш вообще в скрипичной среде знаменит тем, что мы все играем гаммы по системе Флеша, по крайней мере, так было в Санкт-Петербурге. И для меня стало откровением, что вообще-то существует еще вот такая книжка. У нее очень интересная концепция, может быть, когда-то мы с вами еще об этом поговорим на канале. Она называется «Уа Штудиен», и она предназначена для разыгрывания, то есть по концепции Флеша. У нас нет возможности каждый день начинать с проигрывания всех видов техники, и вот эти вот упражнения, тут даже после каждого упражнения есть точная длительность этого упражнения. Все упражнения этой книги занимают вместе один час, но эти упражнения направлены и на скорость, и на беглость, на разные штрихи. Кроме знаменитых гамм, здесь есть еще и другие виды упражнений. Вообще все разыгрывание на инструменте Флеш предлагает начинать именно с упражнений, только для левого. Мне рекомендуется делать очень медленно, высоко поднимая свой палец и без давления, и как только есть какая-то боль, какой-то зажим, нужно же сразу же опустить скрипку, перестать играть. Итак, первая строчка выглядит так. Мы ставим все три пальца и работаем только первым. Потом мы ставим первый, третий и четвертый уже стоят. И так далее. Есть также вариации этого упражнения, где вы поднимаете, например, второй палец, но первый поднимается, когда второй опускается, то есть вот так, как трель, как трель на фортепиано. Также здесь есть упражнение очень классное для большого пальца, когда вы двигаете просто большим пальцем, находясь в третьей позиции. Это очень приятно. Так, потом дальше здесь идет упражнение на растяжку. В общем, это очень тоже хорошее упражнение для растяжки. Упражнение на смену позиции. Мы ставим аккорд и перемещаемся в самый верх. У меня хрустнула сейчас так смачно рука. Мне очень нравится, что везде написано, сколько это занимает. Допустим, здесь написано два подхода по восемь повторений, и я знаю, что это займет всего-то 30 секунд. И последнее упражнение из упражнений для левой руки. Это очень классное, сложное. Я сейчас возьму то, что посложнее. В общем, тут в целом вся суть в том, что вы перемещаетесь вот так вот со струны на струну. Для координации очень хорошо. Но вот последние строчки этого упражнения, это просто, просто жесть. Например, вот это, где фары мы ставим, и потом вот так, оп, оп, оп. Это очень сложно. Ну ладно, не так сложно, но когда первый раз пробуешь делать эти упражнения, понимаешь, насколько аппарат еще может развиться, и сколько еще всего можно сделать для того, чтобы улучшить свою технику. В целом я рекомендую всем заниматься этими упражнениями. Мне кажется, что это неплохое начало дня для любого скрипача. Не зря Карл Флэш сделал вот такую вот классную книжечку. В общем, очень вам рекомендую. В целом, конечно, я думаю, что для поддержания именно тонуса левой руки подойдут любые упражнения, потому что даже если вы не можете на 100% там проконтролировать интонацию, так или иначе, ваши пальцы будут работать. Вся это, конечно, зависит от упражнения, потому что, например, если мы будем играть гамму только левой рукой, но при этом будем очень хорошо артикулировать, на самом деле мы можем слышать все ноты. Еще одно упражнение для левой руки, о котором я сразу же подумала, когда осталась без правой, это упражнение шефчика. Это у нас опус первый, тетрадь четвертая, насколько я понимаю. У меня потрясающее издание, вы только посмотрите на это. Оно разваливается, к сожалению, потому что клей от старости уже, видимо, высох. Мне подарил его один из моих педагогов по специальности, и если он смотрит это видео, я выражаю свою благодарность снова, потому что винтажные ноты, это как винтажные книги, это потрясающе. Упражнения номер 19 и 20. Я вам рекомендую. В моей ситуации я могу даже пользоваться своим указательным пальцем, но не очень долго, потому что все равно это вызывает какое-то напряжение в руке и боль. Но вот это упражнение для левой руки до пицциката левой рукой. Пицциката левой рукой — это очень важное упражнение, потому что оно развивает силу в пальцах, особенно в четвертом, который, собственно, это пицциката и выполняет, а четвертый палец, как мы знаем, это самый слабый палец. Это упражнение полезно для развития силы, мускулистости мизинчика и третьего пальца по случаю. И в целом для пицциката левой рукой, конечно же, несмотря на то, что это не такой уж распространенный вид техники, он используется иногда и в оркестровой игре, есть также некоторые виртуозные пьесы. Так или иначе, я убеждена, что в ограниченных обстоятельствах наша фантазия и наша креативность, она работает намного-намного интенсивнее. Можно даже вспомнить недавний карантин, когда возникло столько новых интересных явлений, как та же дистанционная фотосъемка, например. И я уверена, что если человек хочет заниматься, у него достаточно мотивации для того, чтобы находить какие-то способы заниматься без смычка, способы заниматься даже без инструмента, он обязательно их найдет. И я вам тоже желаю быть креативными, позитивными. Если с вами происходят какие-то жизненные неурядицы, если какие-то проблемы со здоровьем, но вы скучаете по своему инструменту, скучаете по процессу создания музыки, есть множество способов, некоторые из них я уже перечислила. Может быть, в будущем мы с вами поговорим еще и про mental practice. Не забывайте писать в комментариях, если вам интересна эта тема. Я надеюсь, что скоро я уже снова смогу держать свой смычок. Как раз в аккурат к началу семестра, я думаю, что я полностью восстановлюсь. А сейчас стараюсь поддерживать тонус вот такими вот упражнениями. Кстати, дорогие скрипачи, если есть какие-то еще классные упражнения для левой руки, вы обязательно мне напишите в комментариях. Я буду рада попробовать, поэкспериментировать. Времени у меня сейчас полно. И самое-самое главное, что вы должны вынести из этого видео, не покупайте пластиковые яблокорезки. Она очень легко ломается, когда вам попадается какой-то очень уж твердый фрукт. Берегите себя, берегите свои руки. Помните, что для музыканта руки это основной рабочий инструмент, и нужно особенно быть аккуратным со всякими ножами, пилами. Мне было очень приятно сегодня показаться на канале со своим инструментом. Я надеюсь, что это не последний раз. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обнимаю вас и пока!